Привет! Афиша на телеканале «Алмазный край» возвращается. И начнем мы ее не с обзорки, например, а с небольшого объявления. Наш постоянный ведущий Михаил Гончаров покинул проект. Мы желаем Михаилу удачи в его театральной работе и говорим спасибо за то, что был с нами. Ну а теперь приступим к нашим рубрикам. Напомню, что вы еще можете успеть на премьеру прошлой недели «Оно 2». Как и в прошлой части, сущее зло в образе клоуна терроризируют жителей небольшого городка. И в это никто не верит. Никто, кроме подростков, видевших монстра своими глазами. Вот только событие первой части прошло уже 27 лет, и подростки стали взрослыми 40-летними людьми со своими кризисами и прочими тараканами в голове. Теперь к премьерам этой недели. Первая у нас в списке идет отечественная комедия «Дорогой папа». Как и свойственно отечественным комедиям, начинается «Дорогой папа» со схемы ухода от налогов и переписанной собственности. Главный герой Владимир Дюмин владеет торговой сетью фактически, а юридическим владельцем была его мама. К сожалению, мать Владимира умирает и оставляет завещание сюрпризом. Оказывается, теперь все имущество предпринимателя принадлежит его дочери, давным-давно брошенной и оставшейся с бывшей женой. В общем, надо выкручиваться и с дочерью наладить отношения и бизнес как-то возвращать. Еще одна комедия в нашем списке – стриптизерши. И тут сюжет вновь о деньгах. Танцовщицы элитного стриптиз-клуба в один прекрасный день узнают, что все их накопления сожрал очередной банковский кризис. Ирония ситуации в том, что клиентами стриптизерш были финансисты и брокеры Слоу-стрит, формально повинные в том самом кризисе. Придя к выводу о необходимом месте, девушки решают грабить своих клиентов и делиться с бедными, то есть между собой. Да, вам не показалось. В главных ролях тут Дженнифер Лопес. И наконец-то о чем-то не про деньги. Мультфильм «Птичий патруль» – это почти гадкий утенок, только главный герой тут не лебедь, а стриж. И вырастает он не среди уток, а в семье чаек. Зовут нашего героя Ману, он воспитан как чайка, но добывать пищу как чайки он не может, и потому числится в изгоях. И конечно все меняется, когда Ману понимает, что и стрижом быть неплохо. Более того, в опасный момент все его способности понадобятся для спасения своих близких. И еще один фильм в нашем списке. Пункт назначения «Смайл». Начнем с того, что в оригинале картина называлась «Повароид», и это название отлично раскрывало сюжет картины. Главная героиня работает в антикварной лавке. Однажды к ней в руки попадает старинный «Повароид». Камера моментально идет в дело, на нее с удовольствием фотографируются друзья и знакомые. Вот только потом с этими друзьями начинает твориться всякое странное и ужасное. Ну и конечно, в этом оказывается замешан злополучный «Повароид». Что? Есть тот кто? Теперь пришло время поговорить о культурной жизни. И давайте начнем с конкурса красоты. В эту субботу во Дворце культуры «Северное сияние» определится имя новой мисс Айхау. Так как титул этот важный и относятся конкурсантки к нему очень серьезно, выбрать победительницу членом жюри будет ой как непросто. Кстати, а какие требования предъявляются к потенциальным мисс Айхау? Слово организаторам конкурса. Наш конкурс для конкурсантов в возрасте участницы у нас от 16 до 18 лет, которые подали заявку до 5 сентября. Оценивать конкурсную программу будет жюри приглашенные. У них непростая задача, потому что они должны выбрать самую очаровательную, самую прекрасную, но в то же время и самую красивую, не только внешнюю красоту, но и духовную красоту оценить наших конкурсанток. Теперь перенесемся в Мирный. В столице Алмазного края для пожилых горожан и горожанок в этот четверг провели фитнес-тренировку. Руководила тренировкой опытный и хорошо известный мирницам тренер Ольга Ладыгина. Кстати, занятие фитнесом – часть акции «Еще не вечер». Что это за акция? Рассказывает наша коллега Ивана Филиппова. После 50-ти жизнь только начинается. В этом уверены мирнинцы почтенного возраста. Фокстрот, танго и вальс. Бабушки с галантными кавалерами разучивают не только танцы своей молодости, в программе и современные. Танцевальный мастер-класс – один из этапов нового проекта «Еще не вечер». Его организаторами являются культурно-спортивный комплекс и совет ветеранов акционерной компании «Алроса». В каждый четверг запланированы различные мероприятия. Например, в городском парке на свежем воздухе можно покружиться в танцы под звуки баяна. Этот проект получил название «Еще не вечер». Название достаточно символичное, потому что мероприятие будет проходить в три часа дня, то есть время не вечернее. Ну и этим названием мы хотим сказать, что несмотря ни на что, жизнь продолжается, бьет ключом. Настроение как? Прекрасно. Отлично. Я рада, что сегодня у меня такие ученики. Как говорят сами ветераны, активный образ в почтенном возрасте не только укрепляет мышцы и повышает выносливость, но прежде всего это общение между собой. «Очень прекрасно, что КСК сделали для нас каждый четверг вот таким позитивным, двигательным, когда мы двигаемся не только в парке, где ретро-вечера, не только в ДК, где мы учимся танцем, но и спортивные. Все это дает нам, во-первых, движение, во-вторых, это дает эмоциональный настрой, а в-третьих, это дает общение между друг другом». С пенсионерами занимаются профессионалы, спортивные инструкторы, хореографы, культурно-спортивного комплекса «Алроса». Все упражнения для пожилых заранее продуманы. Небольшой вес допускается. Самое главное, конечно, правило «не навреди». И задача – ознакомить людей, что такое вообще силовые упражнения. А мы знаем, что наше здоровье и наша молодость в упражнениях. Вперед, правая ножка с пяточки. И… Раз, два, три. Лево. Раз, два, три. Уроки хореографии для пенсионеров проходят через каждые две недели в Доме культуры «Алмаз». Количество участников постепенно растет. Сюда приглашают всех желающих – активных и позитивных. Какие танцы хотелось бы лучше разучить? Современные молодежные, да. Потому что они приносят что-то новое в жизни. А теперь танцы. И вновь мирный. В столице «Алмазного края» стартовала акция «Танцуй мирный». С 11 и по 15 сентября все желающие, интересующиеся и сочувствующие получат возможность сходить на бесплатные танцевальные мастер-классы. Вы поймете, что вам больше по душе. Чувственность классики, бойкость брейка, динамика современного танца, традиционность национальных направлений или непринужденность стрит-джаза. У каждого из этих танцевальных направлений будет свой мастер-класс, а потом и возможность продолжить заниматься тем, что вы выбрали. Кстати, Раскарт и покажет, что такое стрит-джаз. Специальный гость проекта – Максим Едолечко, приехавший в мирный из Москвы. Так что вы сможете пообщаться с участником проекта «Евровидение», «Звезды танцпола», «Новая волна» и как минимум узнать, как правильно танцевать в ночном клубе, так, чтобы все сказали «Ах». На этом месте должна была быть рубрика «Лишний билетик», но пока ее нет. Мы ждем, когда Мирнский театр откроет свой сезон и удивит зрителей и нас новыми премьерами и новыми проектами. На этом все. Желаем вам удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова